Его удостоено 45 российских городов, а сейчас в состав России вернулись 4 региона, где во время Великой Отечественной шли тяжелейшие бои. Мужество и стойкость, проявленные здесь воинами Красной Армии, сыграли по победе над нацизмом огромную роль. Обращаю внимание, что в перечне городов, представленных комиссией Российской Академии Наук для рассмотрения, есть города новых субъектов Федерации. Их заявки на получение высокого статуса и ещё раз подчёркивают общность нашей исторической памяти, единство исторического пространства. Давайте начнём работать. Слово Геннадию Яковлевичу Краснову. Красникову, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, принимая внимание проявления массового героизма при освобождении своей территории, исследовании исторических традиций, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почётного звания городу воинской славы двум российским городам. Мелитополю и Париуполю. Обращение этих городов прошло специализм в Российской Академии Наук. Мелитополь, второй по важности город Запорожской области, это сукопутные ворота в Крым. В годы Великой Отечественной войны он был основным узлом сопротивления в ходе донбасской операции. Его взятие осенью 1943 года позволило блокировать суши крымскую группировку немецких войск, создав условия для освобождения Крыма и юго-правобережной Украины. В ходе специальной военной операции переход города под контроль российских вооружённых сил уже 1 марта 2022 года решил важнейшую геополитическую задачу, обеспечив безопасность. Мариуполь – крупнейший город Донецкой Республики. Восприятие нашего общества он по праву стал символом воинской славы, мужества и стойкости.